Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал Арчпанзер, где, вы не поверите, но мы продолжаем играть в Короля Артура и его рыцарские сказки. Моя командировка временно приостановилась, ну, примерно неделю-полторы я, так сказать, буду отдыхать от путешествий и постараюсь в эти полторы недели немножечко канал оживить. Поэтому, так сказать, готовьте лайки и комментарии, но перед тем, как мы начнем, давайте вспомним, что здесь вообще происходит. За время командировки я практически, да не практически, я вообще с моим компьютером не общался, практически забыл, с какой стороны его включать, а уж как играть в Короля Артура, так и вовсе. Ну да ладно, так, у нас есть событие, ритуал вечной весны, весенний дол всегда был рогом изобилия камелота, боги благословляли деревню удачи и богатым урожаем. По слухам, не случайно, благодаря усилиям местных друидов, они действительно постоянно проводили ритуал в весеннем доле и приносили жертвы древним богам. Окей, судя по описанию, сюда нужно отправить кого-то, кого-то вот такого, но у нас, чёрт побери, у нас кроме Балуна никого и нет. А, кроме Балуна никого и нет, но у Балуна и так всё прекрасно, то есть у него просто уже максимальная верность. Очень круто. Давайте, может быть, отправим... Ну, честно сказать, я ещё не определился, кого я в итоге буду оставлять, тем более я, наверное, ещё даже половину героев не открыл. Давайте, наверное, я отправлю три стана. Он у нас нейтральный, он у нас не получает ни бонусов, ни отрицательных моментов, ни от веры, ни от морали нашей. Не от морали, точнее, вот как это называется, ну, тирания и справедливость. У нас полный нейтралитет, поэтому в хорошем надо его прокачивать. Ну, мне нравится, и он, скорее всего, с нами будет до конца, поэтому давайте я его попробую отправить. Он, конечно, нейтральный товарищ, но пускай будет так. Окей, камелотия. В камелотии надо достроить нам ресталище. Пишут, пишут мне про это, что у меня бойцы простаивают. Давайте, больше не буду так сильно простаивать. Кого отправим? У сэра Кея по-хорошему надо отправлять. Сэр Балин мне не нравится. Сэр Балин точно покинет, так сказать, наш круглый стол. А у сэра Кея всё-таки есть ещё надежда, что некоторое время он с нами пробудет. Поэтому, пускай, он тоже тренируется. Супер. Так, что у нас по заданиям осталось? По заданиям, по заданиям. Есть проклятие сэра Борса. Ничего себе, восьмого уровня. Ну, нет, пока туда мы не идём. Есть основное задание противостояния, рыцарь шипов. Кстати, там мы ещё одного персонажа сможем получить. Ну, давайте смотреть, кто пойдёт. Сэр Мордред, кстати, восстановился у нас. Сэр Мордред. Ну, давайте думать. Сэр Пеляс. Я думаю, что остаётся дома. Двух танков нам на одно задание не надо. Метка хранителя. Да, хорошая штука. Меч. Пускай один к урон в меньшинстве. Или плюс четыре к урону от базовых атак в ближнем бою. Слушайте, а вот эта штука интересная. Здесь, конечно, здоровье немножко восстанавливаешь. Вот здесь по целым плюс три урона и плюс четыре к урону от базовых атак. Ну, допустим. Да, двадцать урона. Слушайте, это прям пушка. Он, конечно, меньше брони пробивает. Ну, да ладно. Так, бутылочки. Кстати, такие постоянные бутылочки я так никому и не залил. Ну, ладно. Так, сюда. Провокация-то хорошо. И дальность действия таран тоже хорошо. Ой-ой-ой, ну давайте вспоминать, что им можно повесить. Они все у меня одинаково стоят, да, синенькие? Одинаково. Чего по редкости отсортировать? Атаки бдительности. Гарантирован максимальный урон. Но он у меня и так здесь максимальный. В том плане, что разброса нет всегда 20. Игнорирую 25% от пробития брони. То есть крепче броня у нас будет. Это круто. Вот, кстати, можно еще дать. Получается плюс 3 к урону против бойцов без урона. Еще плюс 2 к урону. Очень сильно мы будем первый удар наносить. Ну, плюс 1 очка движения без урона. То есть, когда будет целое здоровье, будем быстро бегать. Да, нормально. Плюс... А, подождите, даже плюс 1 зелененькое, что ли? Нет, это очко движения. И это движение. Так, ладно. Мордорда снарядили. Кто еще с нами идет? Ну, баллон, я думаю, идет. Баллон, у тебя что? Дает бонус к урону в размере 50% от полученного урона. До следующей атаки. Ну, нормально, в принципе. Нормально. Так, пушки. Пушек у тебя легендарных нет. Ладно, давайте такой. Пара пузырьков. Плюс 5 к урону в меньшинстве. Плюс 3 к урону от силовой атаки. Ну, силовая атака, кстати, у нас крутая. Здесь получается... Так, подожди, а у нас... Это получается для поединка меч. Ну, кстати, смотрите, уже есть разница. То есть мне про это писали, что артефакты постихоньку усиливаться начнут. Они вроде бы оба редкие, синенькие. Но это один стоит 125, а эти уже 145 стоят. То есть они лучше. Да, давайте я вот это одену. Атаки бдительности. Плюс 1 очка движения без урона. Плюс 2 к урону, кстати, во время поединка еще можно накинуть. Плюс 1 к восприятию. Атаки бдительности. Ну, ладно, давайте так сделаем. Из бдительности будем максимальный урон наносить. Так, баллон готов. А кто еще у нас идет? Получается, леди идет. У нее здесь все... А нет, кстати, смотрите. Вот есть еще по прокачанию. Плюс 1 к дальности действия рывка и атаки бдительности. Рывок у меня не прокачанный. Бонус при укрытии. Бонус в ближней цели. Атаки гарантированно. Нет, это бесполезно. Оставляем ее так, как есть. И четвертый. Кто у нас? Ланваль. Элиас. Или Сертегир. Сертегир, это, кстати, наш новый боец. Он к нам только что присоединился. А, он тоже... А, он убийца, кстати. Ассасин. А-а-а. Получается, давайте его тогда и возьмем. Испытаем его в драке. Он у нас... Ну да, здесь получается, христианство нивелирует справедливостью. Поэтому религия, мораль, так сказать, друг друга закрывают. А черта просто плюс три. Ага, он еще больше опыта дает, если он будет наставником. А, кстати, он и есть наставник. Здорово. Не, значит, его уже поставил. Так. Что здесь? Плюс один к восприятию. Нет, нет, у меня есть... Вот, плюс два к урону во время поединка. Плюс один к восприятию. Да. А здесь что можно поставить? А. Ничего получается. Что здесь? Плюс три к урону от... Ага, удар в спину больше урона наносит. Ну, по большому счету, у меня ничего синенького-то больше и нет. Вставляем плюс три к урону от удар в спину. Броню можно поменять. Да, вот на такую. Окей, вот так. В итоге у нас идет Мордред, у нас идет Леди, у нас идет Балан и у нас идет Сэр Тагир. Окей. Поехали. Рыцарь Шипов. Так, ты у нас... Так, 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 вот так. Авалу никогда не был спокойным краем, но после штурма у остров просто кишит всякого рода отребьем. С недавних пор близко Мелота появился некий рыцарь в черных латах, который безжалостно преследует мародеров. Из-за грозного вида доспехов его назвали рыцарем Шипов. Сей воин ищет отомщение за своего отца и регулярно выходит победителем с практически безнадежных стычек. Подобный воин станет украшением его круглого стола, пусть даже рассказы о его жестокости сущей правде. Разбойники, проклятые вассалы и героя можно нанять. Найти сэра Брюнора Ле Нуара. Брюнора Ле Нуара. Француз. Ну ладно. Говорят, насилием ничего не справишь. У сэра Брюнора явно иное мнение на этот счет. Так, ладно. Один взгляд на УБС. УБС тоже месяц простоял, так сказать, без использования. Ничего здесь не обновилось, не испортилось. Ну, вроде бы, потерь кадров нет. Ну, опять же таки, ребят, сразу прошу меня простить и понять, если с видео что-то будет не так. Все-таки весь последний месяц голова была забита немножко другим. Ну да ладно. Давайте смотреть карту. Да вы шутите. Карта с одним костром. Дышь. Это я как-то приунул только что. Как-то я отвык от таких карт с одним костром. Бросай оружие, Брюнор. В одиночку нападать на замок. Безумие даже для тебя. Ты меня недооцениваешь, предатель. И для тебя я лорд Брюнор Ленуар. Ах, блин, лорд Брюнор Ленуар. У него, кстати, 42 временных эпэшки. Смочки ударов. Плохо. Так, сэр Балан. Разбойник с большой дороги 65-20. Неплохо тоже. Давай, леди. Дайм укрытие. Ты отсюда больше урон должна бахать. Сэр Мордред. Как-нибудь вот сюда влететь. Вот эту всю братью на себя завязать. А почему нет? Поехали. Давай мы по мелким товарищам ашот раздаем. Ой, как неплохо. Ладно. И лучника одного прижали. Балан. Балан тоже, кстати, неплохо. Может выдать. Сэр Тагир. Я надеюсь, что вот этот угол у нас на Мордреда побежит. Леди. Леди одного сейчас может забрать. Так, леди, а ты в этом товарищном еще здесь разбежимся. Тагир, давай сюда. Немножечко ланги, так сказать, обезопасим. Он может, конечно, и здесь вот прям обойти. А может вот сюда куда-то побежать. Давайте, наверное, все-таки вот сюда поставлю. Вот сюда развернись. Балан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Балан. Красота какая. Можно сюда встать. Да, давайте я немножко помогу втанковать Сэру Брюнору. Леди. Так, подожди, у тебя... Ага, у него обычная атака. А у него еще паник. Минус 50 к урону. Красота. Весвимость. Сколько горением наносишь? Шесть урона. По-хорошему должно убивать. Отлично. Шесть же урона. Почему черепка рядом с ним нет? Ну ладно. Тут товарищ встал. Тут товарищ умер. Минус броня. Тут все впитываем. А, и тут плохо. Плохо. О, он еще себя забафал. Молодец. Просечение, кстати, мне есть. Кошмар. Что творит Мортрет? Это же просто ужас какой-то. Так, у тебя сколько ходов? Пять. А на удар ты тратишь... А, сколько ты на удар тратишь? Три. Ладно, Мортрет отойти, наверное. Так, а ты... Ммм... Лучника сможешь зацепить отсюда или нет? Так, ладно, баллон. Удар. Давай, наверное, сюда и на бои готовность встань. Так, леди, надо лучника забрать. А зря. Отравление выстрелил. Надо обычно не убивать, и все. Так, Тегир. Тегир-Тегир. Но подставляться явно не стоит. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. На следующий ход просто выпрыгнем. Здесь тем более временно. Ой-ой-ка, больно. Да, давай, прыгай. Сможешь за спину. Толена. Немножко не тому за спину, ну ладно. Хорошо. Баллон, давай ты. Силовой. Ну, привет, злобный рыцарь. Я перед вами в долгу, чужаки. Я сэр Брюнор Ленуар, рыцарь шипов. Всегда рады защитить поле боя. Чужаки? Не очень-то вежливо. Мы только что с меня. Всегда рады. Помочь. Знакомый герб. Должно быть выиском Мелота. Надеюсь, ты ничего не имеешь против рыцарей круглого стола. Ты, наверное, про Мордорда? Больше нет. Все случившееся в Британии осталось в прошлом. А, похоже, тебе знакомы эти... В смысле, если ты про Мордорда? Так он перед тобой стоит, дружище. Похоже, тебе знакомы эти варвары? До этого проклятого шторма они были подданными моего отца. Ну, тут какая-то предыстория есть. Все верно. Они убили моего отца, сожгли замок и скрылись с моим наследством. Но ничего святого не осталось, да? Мой отец был человеком странных взглядов. Но такое предательство нельзя спускать с рук. Но Камелоту всегда нужны рыцаря. У нас есть общие враги. Пока этого достаточно. Хорошо, сэр Брюнор. Уничтожим это измененное гнездо. Ну да. У нас теперь целая куча бойцов получилось. Это прекрасно. Так, а что здесь? Выслите вассалов-ренегатов. Вассалов-ренегатов. Это я люблю выслеживать. Ну ладно, вроде бы руки помнят. Вроде бы все нормально-то проходит. Так, дверь закрытая. Да, дверь здесь не пройти. Пошли, значит, сюда. Уссалов-ренегаты. Да. О, господин, могу я просить спрятаться оружие? Здесь нет врагов. Мы всего лишь пара смиренных душ, молящих о прощении. Так, начинай молиться. Мы пришли отомстить. Ну, сэр Брюнор, мы не жених дикаре. Главный рыцарь, мое имя брат Гастан, чем могу служить? Вы пришли разобраться с нечестивцами, скрывающимися в этом замке. Мы за вас помолимся, они заслуживают кары господней. Эти люди. Моя паства. Слуги крестьяне из ближайших деревень. Слава Господу, сэр Карак пощадил их. У тебя неплохо повешенный язык? До бедствия я служил священником и советником сэра Кадара, справедливого управителя этих земель. Полагаю, твой бывший сеньор больше не с нами. Мы его потеряли, как многие других достойных людей. Немногие выжившие стали добычей для этих шакалов. Вместо того, чтобы молиться, вы могли бы сражаться. Со слугами и крестьянами? Против бывалого убийцы вроде сэра Карака? У нас не было бы и шанса. Сэр Карак? Да, рассереграбитель во главе этих нечестивых разбойников. Он привел их сюда после бедствия. Не волнуйся, святой отец, мы заберем бразды правления у этого Карака. Или Карака. Их больше не увидишь. А этот замок теперь принадлежит Камелоту. Ну, никаких этих здесь нет. Так сказать, влияния никакого не показано. Ну, хотя это одно и то же. Только в разных интонациях. Ну, мы заберем бразды правления у Карака. Так, а здесь ничего нет. Ну, ладно, интересненько. Посмотрим. Чем это окажется? Так, это опыт. Опыт. Ну, давайте Мордорду вольем. Плюс опыт. Ну, пока непонятно, кому это... Ну, а точнее, кому-то понятно. Непонятно, сколько опыта влилось. Но я надеюсь, что много. Ну, блестит. Такое чувство, что из него что-то выпало. Смотрите. Ну, ну, нет. Видим, просто пукан горит. От слитой катки. Понимаю. Так. Здесь не пройти. Здесь пройти. Здесь пройти. Ну, давайте. Посмотрите, куда. А, ты про бочку. Бочку-то я сам заметил. А, тут заперто. Там еще сундучок стоит. Ладно. На самом деле, вот это внимание достаточно странно работает. Какие-то бочки-то я и сам нахожу. Было бы здорово, если бы с большим вниманием какие-то невидимые бочки появлялись. И секретики. Ну, благородный сеньор удостоил на своим визитам. И, похоже, в этот раз его величество привел больше мечей. Задержите их. Я предупрежу, Карако. Ты всегда был трусом, Гаррет. Но если приведешь мне этого двуличного червя, давай, а твой конец будет быстрым. Так, что у нас тут? У нас здесь изданный брат, дружинник, дружинник, блин, арбалет, арбалет неприятное. Арбалеты неприятные. Ну, можно, кстати, вот в этот дружинник, допустим, влететь, а к этим ребятам... Подождите, отсюда я могу? Ай, не могу. Оход потратил. Ладно, давайте атаку сделаю. И зарубим одного арбалета. Это сколько у нас здесь? Шесть требуется? Если я вот сюда встану, интересно, попаду по дворим? Ну, эксперимент. А, черт, не попадаю. А так попадаю. Нормально. Так, Брюнор. Вот тут, кстати, тоже землетрясение есть. Но у тебя послабее землетрясение. Давай броню на себя накрути на всякие. И... А так вот. На боеготовность встань. А, куда побегут? Ну, я думаю, что эти ребята к Мордороду побегут. Гир. Гир, поставь пару ловушечек. Ну и побереги ходы. Так, леди. Встань в укрытие. Подожди дружинника. Нет, я, наверное, не буду пока Мертвяка вызывать. Просто очки действия поберегу. Кого? Мордород. Мордород терпит. Ну, отлично. Все, Мордородом. Он, правда, сейчас здоровье не устанавливает. Поэтому... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Слушайте, а что-то я вот этих ребят не заметил. Многовато их тут. Да, слушайте, Мордород. Он, конечно, здесь может по-троим сечь сразу. Что будет очень больно. Прямо скажем. Гир. Гир может тоже очень сильно приблизиться. Балан. Балан тоже в упор может стать карбалетом. Так, леди. Убить. Молодец. А, она же добивает. Да-да-да, у него же смертоносный удар. Если она мало количества здоровья противнику оставляет, а он гарантированно умирает. Да, про это тоже надо помнить. Так, Балан. Давай добивай. Готово. Если Брюнора, здесь оставлю. Сейчас все арбалеты просто в него скинутся. А если не оставлю, все в Мордородо скинутся. Но с другой стороны, может, пускай скидываются. Брюнор. Ладно, Брюнор, давай сюда бегем. Нормально развернулся. Тегер. Уйди в скрытность. Когда-нибудь вот сюда встань и жди пока. Здесь. Жахнули. Ладно, и добьем одного. Приятно. Так, Мордород. Скажите, у нас не хилишься, да, больше? А, нет, хилиться. Только при убийстве я так понял, да? А, нет, просто при ударах. Окей, ну, повторюсь, забыл я уже по снаряжению. Ладно. Но помню, что... Хотя нет, я может даже этот артефакт не повесила. Может, повесила. Но при определенном количестве хила, броня восстановится. Так, Балан. Давай, наверное, ты добей. Отлично. Отлично, от сюда встань. Брюнор. Блэссинкс. Леди. Ну, леди, кстати, добьет. Проблем только в арбалетах. Арбалеты сейчас не сильно накидают, конечно. Может, конечно, подойти одного убить. Но тогда есть шанс, что в леди много прилетит. Она слишком близко будет стоять. Так. Береги очки. Тегер. Тоже, наверное, береги очки. Ну, да, полетела. Какие хитрецы. Ну, ладно, здесь влетаем. Двух арбалетов убиваем. Да, еще и плюс хпшка. Так, слушайте, брони, похоже, мы не устанавливаем. Из неприятного. Блэссинкс. Ну, ладно, зато арбалетики рассосались. Сертагир. Жти. Пока нельзя влетать. Балан. Давай сюда. Брюнор сюда. Блэссинкс. Так. Так. Так, а сквозь столб бьем? Сквозь столб бьем. Что? Давай, сертагир. Ой, выход. Не получилось здесь ассасина реализовать. Такая открытая местность. Было много стрелков. Могли бы по голове настучать. Костер, кстати. По-хорошему, можно даже и присесть на костер броню установить. У нас что? У нас бочка. 29 монеток. Найден секрет. Я тут что-то говорил. Ну, ладно. Окей. 187 золота. Восприятие сработало. Ладно, беру свои слова назад. Игра молодец. Ты прям меня порадовала. Тут же. Классно. Хорошо, что это так работает. Так. Как нам сейчас лучше пройти? Можем... Ну, здесь же не будет тупик. Если сейчас через костер пройти, можно броню восстановить. Можешь, конечно, хилочку выпить и восстановить полностью здоровье в Мордорда. Раньше у Волони можно было искать великие приключения, бояться последствий. Теперь все изменится. Давайте я, наверное, пока... Ага. Тут тупик. Не буду я, наверное, пока сидеть на костре. У нас у Мордорда, в принципе, после боев даже жизнь-то восстанавливается. Если мы сейчас ее немножко потеряем, не страшно. Я выпью пузырек. Там. И пойдем. Слепец. Это рыцарь Камелота, а не какие-нибудь продажные наемники. Сдавайтесь. Ракрушителю внести свой вклад. И вы куда? Это Карак убил бы отца. Он заплатит кровью. Теперь выглядит прочной, но где-то должен лежать ключ. Вон, плохие там ребят спрятались, кстати. Это, наверное, логово Карака, главаря этой презренной шайки. Хорошо его помню, это жалкий подлец достойно владеть мечом, но лишен чувства доблести и преданности. Отец считал, что его можно задерживать кнутом, пряником. И все заплатили за эту ошибку. Кундук. Трофей. М7 монет. Нормально. Так, нам как-то сюда нужно забраться. А где ключ от открытой двери? Можно, в принципе, еще. Здесь дверь открыта, открыта. А где ключ от открытой двери? А где ключ от открытой двери? О, ребятки. Как же у вас много. Даже разговаривать не стали? Блин, даже разговаривать не стали. Есть курить. Это что такое? Это как? Плюс 20 временных воззаят. Кто вас бафает? Вот он, что ли? Я так понимаю, что он. Под ним вот этот бонус висит. Учитаешься, атакующих еще. Тут полная. Ладно, тогда никуда не идем. Тогда просто стреляем по ним. Арбалетов? Ну, ладно, арбалеты есть, но так уж и много. Тертагир. Давай, ловушки свои коронные. Оставим просто на боевую готовность. О, первый бежит. Дружище. Ну, что еще? Хорошо, здесь узкий проход. То есть, все разом-то они на нас навалиться не смогут. О, убился. Плохо. Ну, еще проблема в том, что ловушки больше не поставить. Да, ловушки больше не ставятся. Можешь, конечно, сюда встать. Хотя у него тоже много брони. Сертагир тоже может потанковать. Так, леди. Можешь к вам антизлучников забрать? Не можешь. Это дружинник мешается. Если шажок вперед сделаю. Если шажок вперед сделаю. Есть смысл? Шажок вперед. Удар. Удар. И на боеготовность станем. 16 по всем. Рбал он, кстати. Если сюда сместиться, то можно по-троим ударить. Как только по-двоим. Давай. Жахнем вот так. И защитную стойку встанем. Мордред. Давай сюда. Окей. Так. Здесь можно, кстати, с провокацией выбежать. Сколько у него ходов? У него 6. У меня останется 3. И даже немножко отойти смогу. Давайте вот так я попробую сделать. Мы его нокаутировали. И вот сюда я вернусь. У него осталась 3-4-10. Он уже никуда не добежит. Лучница. Ага. Вот эту арбалечку убиваем. Супер. А еще уязвимость навесили. Забываю я про эту уязвимость. Кстати, вот этот бандит мы тоже убьем. А нет, не убьем. Не хватило. А, теперь здесь. Во-первых, тут ловушки можно накидать. А сэр Брюнор может вот так вот сделать. Вот так вот рассечем. И этот щитоносец попробует на Мордора побежать. И от сэра Брюнора еще славит удар. Что не может не радовать. Ну а здесь ловушки. Береги. Ладно, береги. Только, ну, круть еще не получил. Здесь умер. Здесь умер. Так, это уже вторая, да, волна пошла, получается? Пока здесь. Нет, не по-троим. Вот это вот щитоносца как-нибудь выбить бы. Вот сюда, прям в линию шарахнуть. Сертагир. Так, ладно, ты давай не руби. Отлично. Это добиваем. Балан. Леди. 11-15 у него атака. Сильно бьет, негодяй. Можешь, конечно, отравить, ослабить. А, он не ослабится. Мы у него броню не пробьем. Что? Броню просто не пробьем. Так. Сертагир. И Мордорад. Ну, здесь боеготовность, получается, к кому-нибудь сечем. Сертагир. Ну, тегера, кстати, можно и сюда закинуть. Вот. Одного убиваем. Так, а ты будем бьешь? Он на 7-10 бьет. Ладно, я получу немножко урона. Зато сделаю вот так. Так, интереснее. А Мордорада вообще может назад, кстати, отвезти? Да, давайте я Мордорада отведу назад. Вот так вот сделаю. Эртагир. Нужны ли ловушки? Бежит кто-нибудь на Мордорады или нет? Давайте я на всякий случай это сделаю. Уйду в инвиз. Угу, угу. Хорошо. Ухо. Нормально. Терпимо. Ну и супер. Так, баллон. Дважды можно ударить. Высекаем у него вообще всю броню. А, тегер. Может выпрыгнуть отсюда. А то, кстати, лучница уже... Этих ребят уже лучница карает. А вот этого лучница не карает. Не достает. Ну, можно, значит, щитоносца пригреть. 12-21. Его, кстати, и сэр тегер может пригреть. Если уж на то пошло. Ударом в спину. Да. И здесь можно еще разок шарахнуть и отойти, получается, да? Да. Как бы так отойти, чтобы еще не мешаться. Так, леди. А леди отсюда должна убивать. Да, леди отсюда убивает. Ну и отлично. Тегера. Получается, сюда идем. Брюнор сюда. Давай лупи в спину. Отлично. Ну и здесь парочка ударов. Так. Еще разок. Нормально. Мордред. Алин, Мордред. Надо было. Ай-яй-яй-яй-яй. Клеймо надо было накинуть. Черт возьми. Надо было клеймо. Еще бегут. Детер последний. Отлично. Этих ребят сдуло. Так. Брюнор. Накрути брони на себя, чтобы не видно тебя было. Тегер. Уйди в инвизии. Кранчат сюда. Подбеги. Ты жди, ты жди, леди. Тайная боеготовность. Подстрелишь их. А нет, не подстрелишь. Ну ладно. Тегер. Давай сюда. Одного убиваем. И второго убиваем. Ну, отлично. Проверю себя героями. Ну, да. Только хилиться теперь надо. Окей. Вперед, наверное, имеет смысл броню себе восстановить. Ага, ну мы с другой стороны были. Там, скорее всего, опять драка будет. Мальчик, подойди сюда. Сейчас не время играть в прятки. Поймем богов старых и новых. Это бастард Карака. Что ж, и вот и наш ключ. Пойдем, ставим, малец. Только не делай глупостей. И то поплатишься. Ой-ой. Будем ребенком его. Блин, ребенком счет как-то не очень. Провизия. Ребенком шантажировать как-то что-то не очень. Ну ладно. Так, получается, мы все здесь, а не все обследовали. А вот сюда можно было еще зайти. Окей. Ну, может быть, тогда зайдем. Какой-то другой вариант есть. Открытие дверей, так скажем. Нет, 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 нет. Зачем ты сразу сюда-то, черт возьми? Я же даже на костер не сел. Все ясно, Брюнор. Яблоко от яблони далеко падает. А кто твои благородные друзья? Те, кто на костер не сели. Сейчас получат много урона по голове. Испытывай мое терпение, подлец. Это касается только нас с тобой. Посмотрим, рыцарь шипов. Посмотрим. Блин, очень плохо. Я на костер не сел. Игра. Так нельзя делать. Дразнить загнаного зверя не лучшая идея. Отпусти моего сына. И убирайся отсюда, пока не поздно. Какие громкие слова для вора и убийцы. В твоих руках кровь твоего же господина. Я плюю на младилу твоего отца. Он был чудовищем. Мы оба это знаем. Ты береги свои наставления. Не тебе пришлось хоронить тех детей. Я оказал миру услугу, когда бросил его тело в погребальный костер. Прошлое не изменить. Из-за унижения моей семьи ты заплатишь кровью. Я начинаю надоедать от резня. На самом деле, да. Я начинаю надоедать от резня. Какая трусость. У нас был уговор. Довольность меня от твоей кровожадности? Нет. Поединок должен удовлетворить твою жажду мести. Ну, поединок. Согласен. Я долгий месяц и ждал этого момента. Наслаждайся, пока можешь, Брюнор. Ух и есть. Курить. Подождите. Ладно, у него силка. У него 40 здоровья, у него мало брони. Или первый удар впитать. Можно защитную стойку. Сколько у тебя? У него 8 очков в действии. Серьезно. 8 очков в действии. По 10-13 урона. Много бьет. То есть, по-хорошему, защитную стойку надо на следующий ход, наверное. Ладно, давай так. Ну, сейчас уделает между делом. Это забавно. Так, у нас, если что, еще пузырек есть. Про него не забываем. Потому что у нас прям больно избивает. Ладно, кровотечение. Есть смысл прямо сейчас пить? Да есть. Как больно. Ладно, плюс еще кровотечение. Не бережем очки. Таймный покров. Отец отомщен. Но имя очищено. Что будем делать с этим отребьем? Может, оставим их Камелоту? Ну, управитель не славится мягкотелостью. В смысле, может, оставим их Камелоту? А есть что залутать у вас тут? Нечего залутать? Серьезно? Я реально не вижу сундуков. Так, ну ладно, ребенок жив остался. Это уже, как говорится, что-то не совсем плохо поступили, так скажем. Плюс благородство нам немножко накинулось. Это тоже хорошо. Плюс брони немножко восстановим. Ну, то, что нас затянули в драку недавно костре посидеть, это, конечно, вообще класс. Град, ты тут молодец. Не спорим. Давайте в последнюю комнату зайдем. Прошу простить за беспорядок, славный рыцаря. Мы не ждали гостей. Тебе знакомы эти люди, сэр Брюнор? Нет, это отребье не служил моему отцу. А что вы здесь делаете? Мы? Ничего. Совершенно ничего. У нас был уговор с сэром Караком. Он не упоминал о рыцарях Камелота. Если желаете сдаться, отдайте оружие. Сдаться? Боюсь, это было бы слишком. Но мы не хотим неприятности не с Камелотом, не с великим сэром Мордредом. О, если покинуть эти... Блин, они сейчас сундук-нибудь унесут с собой. В принципе, они для нас вообще не проблема. Да не, поздно. Тебе ждет ужин в аду. Они сейчас, если бы уж... Один раз уже было такое. Они ушли вместе с сундуком. Что, прям скажем, не очень хорошо. И мне, прям скажем, не очень понравилось. Можно влететь в лучников одного. Вот в этого, например. И здесь начать крушить. Т, плюс один. Мордред влетел как дикий и начал крушить. Блин, не добили. Неприятно. Да. Потому что 12 здоровья. Еще триггер на убийстве не сработал. Окей. Брюнор. Блин, Брюнор. Плохо тебя поставил. Ладно, давай так. Балан. Балан. Иди, руби этого товарища. Чтоб неповадный ему было. Может даже сразу его убить. А я ведь не убьем. Посмотрим, что будет в сундуке. Не зря ли, так сказать, мы здесь зарубились. Ай, блин. Убивцы нашего лупят. Вот тут, кстати, под эту. Под волну встали неплох. Товарищи. Как они хорошо все встали. Такого лучше убить вот эти троих. Вот эти троих. Вот эти троих. Ну и еще одного зарубим. А-а-а. Брюнор. Ну и так. Отлично. Теперь развернись сюда. Ну и жди, получается. Из тегера. Ледя. Спина убивает. Получается, вот это вот овощи добьем, чтобы он не откавал. Балан. Балан. Вот этих может выкубить. Но я, наверное, лучше вот так вот сделаю. Сэра Брюнора, так сказать, бережь. Сберегем ему к пащике. Тегер. Может вот это врубануть. Не убьешь, да? А нет, нормально. Тегер. Тегер. А не умрет. Он открыл течение. Подожди. А леди добьет? Леди добьет? Отлично. Балан. Вот это добьет, а Мордор отлучник добьет. Знаем, мы вас отпускали. Глотка горит огнем. Эй, подать мне флягу. Ты кому это? Зандачок. Камень клятвы какой-то. И 45 монеток. Ну все, завершить нечем. Ладно. Не скажу, что было просто здоровье. Много потеряли. Мордор от 397 опыта получил. Но это еще с учетом того, что мы статую, так сказать, потрогали. Я присоединился к сэру Брюнору Ленуару. На его кровавой тропе возмездия за отца. Мало кто из рыцарей круглого стола отличается столь же все поглощающей мстительной яростью. Но презренный сэр Карак их прям получил по заслугам. О чем получили? Героический сигнал брони. Плюс один броня, плюс один искрушенный броня в меньшинстве. Блин. Ничего себе. Много бронит? Реально много. Провизия убийства пиктов щитолома. Игнорирует 50% показателя блока. Плюс 2 к урону против пиктов. Интересно. Кольцо удара в спину. Трофей сокрушения. Камень клятвы защитника. Камень клятвы битвы. Зелье ускорения. Дает плюс 50 очков в действие. Это неплохо. И минус 13. Мордор от ничего не потерял. Продолжить. Сэр Тристан возвращается, рассорившись с друидами и испортив ритуал. Нормально. Ему неудачу с пустым взглядом. Окей, значит нам все-таки важно было отправлять товарища старовера. Но у меня, блин, один старовер. И у него с этим уже все в порядке. С верностью. Ладно. Изрядно взвинченный мужчина просил моей аудиенции. Во время приема он что-то причитал о моем рыцаре. Сэр Балин якобы несет ответственность за спаленную в подпитии таверну. До меня не раз доходили слухи о неподобающем поведении рыцаря. Что предается за стенами Камелоттера с гулами у тех. С одной стороны благо, что дебош случился за пределами замка. С другой рыцарем все же не пристало творить подобное. Сэр Балин. Давай плюс один справедливости. Ты Балин, да. Новая побочная миссия. Брюнор присоединяется к отряду. Сэр Кей повышает уровень. Доступна новая награда испытания. Это какая? Эссенция стабильности. Дает выбранную герою митет к нокауту. Кутирует врагов в сто раз. Супер. Блин, триста. Ну извини, минус два у тебя. Остало. Тоже знал, что ты рассоришься с друидами. Ну нет, у меня больше староверов. Нет. Некого было отправлять. Просто некого. Интересно, если бы я христианин отправил там вообще, бы он, не знаю, переубивал друидов. Так, окей. Сэр Брюнор Ленуар. Понятно. Классический воитель. Чего про него пишут? Сэр Брюнор Ленуар Рыцаря. Над коем висело, казалось бы, несокрушимое проклятие. Ему пришлось отомстить за смерть отца дважды. Сначала Британия, а потом и здесь, на этом мистическом острове. В странстве их он ожесточился душой, однако сохранил многие качества, потребные рыцарю круглого стола. Цинизм и горечь, поедавший душу сэра Брюнора, питает тяжесть ошибок прошлого. Сэр Рыцарь следует собственному варварскому кодексу чести и неустанно преследует каждого, кого считает недостойным или опасным. Так, у него тирания и плюс 1 предности за каждого. Ну, это чистый тиран, короче, вряд ли он будет с нами, но ладно. Плюс 1 предности за каждого тирана. Сбор налогов. Имеет титул, гроссмейстер за круглым столом дает 60 золота после каждой миссии. Прикольно. И ненавистность. Лечение ран обходится этому герою на 100% дороже. Прикол. Так, окей. Что у нас новое событие? Зверь растущей луны. Близ моста печали разбросано немало поселения. Местная челядь ютится там в своих домишках спокон веков. И после того, что случилось с их прошлым сеньором, сэром Тавеллином, мне предстоит заботиться о них. Жители толкуют, будто из чащей леса к ним повадился огромный кровожадный монстр. И якобы на нем есть метковладычицы. Народ страшится за свое здоровье, но трогать дверь не решается, дабы не навлечь беду. Быть может, я само творение злого рока смогу помочь им? Можно отправить кого-то сразить. Бонус получить нефиговый. А можно бонус к старой вере получить. Я, естественно, бонус к старой вере получу. Побочная миссия, ритуал подземных. Мы на противостоянии. Пойдем в следующий раз. Это понятно. Обидно, конечно, что с Тристаном так получилось. Ну да ладно. Так. А у нас между делом разблокировалось задание на сэра Ладегранса. Это у нас поведение справедливости. Жить деревьев, что не было к мосту. По сетам учитываешь. Однако тут я ничем не могу помочь. Что помечено самой владычицей, а я обязан чтить его порядки. Один из рыцарей просто так заставил пьяную поясу заплатить. Убедил сэра Брюнорли на разрешить спору рыцарским поединкам. Отправил друида, чтобы задобрить меня покойных мертвых. И разрушить проклятие пустоши. Слушайте, а может быть к друидам вообще сэр Эктера надо было... Ну хотя он христианин. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Не критично это, но... Дорюсь, так как что у нас перековка брони. Продолжение снижения урона всем героям в следующем бою. Неплохо. У нас сейчас 7-6. Еще немножко и сэр Бэдивер у нас разблокируется. Сэр Ладегранс. Сэр Ладегранс, это наверное вот в этом, да, задание? Вот здесь? Питуал подземных? Да. Пикты нападают... Войти в крипту и раздел с пиктами. Пикты нападают на крестьянных домах, увод бедня в заброшенные руины в лесу. Люди поговаривают о проклятом монастыре загадочных звуков, доносящихся из-под земли. Полученные достижения Клифф и Туми. Интересно. Если эти слухи пройдены, ситуация куда хуже обычного. Также я слыхал и о неком рыцаре по имени сэр Ладегранс, который преследует лесных дикарей. Сей славный муж был моим знакомцем в Британии. И за кругом столом место для него точно найдется. Ну да, сэр Балин, ты все больше в зоне риска. Так, у нас два очка появилось. Подождите, а за что мы восстанавливаем хпху? Хпху мы восстанавливали... Так, плюс 2 к урону против без урона. Бойцы, плюс индальность тарана. Так, давайте вспоминать, за счет чего мы восстанавливаем здоровье. Плюс 2 от атаки. От меча мы не восстанавливаем. От брони мы не восстанавливаем. От кольца мы не восстанавливаем. И от кристалловых мы тоже не восстанавливаем. Окей. А почему мы восстанавливаем? Нет. Оружейник нет. Вот, восстанавливаем 3 ОЗ при каждом ударе. А, он повысился, до этого 2 восстанавливали. Теперь 3 восстанавливаем. Здорово. И у нас какая-то еще штука была на восстановление брони. Но я ее благополучно убрал. Куда ее? Кому я ее убрал? Никто, скорее всего, не знает. Кому я ее убрал? Плюс 3 ОЗ, плюс 2 на соседних клетках. Тоже, кстати, штучка интересная. От преданностям. Ну ладно, бог с ним, не буду я сейчас это искать. Так, плюс 5 сигилов от брони. Плюс 10 жизни. Там 3 ОЗ при каждом убийстве. Первый теряет меньше очков действия. Броня повышается на 1. На каждые 6 уровень. По-хорошему сейчас уже плюс 2 должно быть, правильно? Плюс 2 брони. Тогда будет 9 брони у него. Кстати, вот по поводу брони. Может вообще... Противляющийся сигил жизнестойкости. Вот он у нас снова появился. Аж 12 брони будет. Обалдеть. Слушайте, а вот это даже, наверное, интереснее сейчас, чем легендарк. Да, потеряем, конечно, 1 очко действия. Будет гораздо больше здоровья. Будет гораздо больше брони. Да, мы не всегда будем поворачиваться. Лицом. Блок 30%, конечно. Ну, просто об этом надо помнить, что больше лицом не поворачиваемся. Но еще будет 1 нескрушимый броня в меньшинстве, что тоже хорошо. Плюс 5 к урону до конца стычки за каждый... Блин, вот это тоже здорово, меткохранитель. В итоге столько настакивается. Мы сейчас броню не восстанавливаем, это плохо. Так, ладно, что можем взять? Еще можем больше здоровья, больше ОЗ. Ментальное сопротивление есть. Урон от бдительности. Больше урона оружием. Шквал. Несколько ударов. Грозовой заряд с дистанцией можно шарахнуть. Рассечение. Рассечение. Рассечение, кстати, классно сейчас работает. Врываемся в толпу и просто выпиливаем все. Хотя он и так сейчас всех ваншотит. Ну, в мелких смысле. А против больших нет смысла рассечение использовать. Ну, ладно, я подумаю. У меня сейчас на самом деле выбор. Можно даже брони взять. Еще если 2 единички брони настакается, грубо говоря, здесь 12, будет вообще 14 брони. Его очень тяжело будет ранить. Так, леди Диндрейн тоже повысилась. Так, урон от горения мы взяли. Еще есть на стороже плюс 20 к урону от бдительности. Убийство бойца. На 3 урона меньше от дальних атак. Но по ней, кстати, сейчас не так много и стреляют. Плюс 15 урона оружием от первой атаки каждого хода. Если в этом ходу не тратились очки действия. Бонус к урону сохраняется при тратии очков действия движения. То есть первый выстрел мощный. Интересно. Здесь 2 брони пробиваем. Плюс 20. Горящим. Длительность эффекта горения. Набегу. Слушайте, даже не знаю. Алхимик. Это отравление. Ну, 15% за первый выстрел тоже как-то не очень. Рывок. 2 очка действия тратишь и... Далеко бежишь. Даже не знаю. Ладно, не будем сейчас на это время, наверное, тратить. Пускай. За кадром, так сказать, я посмотрю. Церкти у нас повысился. Опять же таки. Нет, все. Я за кадром посмотрю. И в начале следующей серии примем решение. Также посмотрим, кого еще отправить на излечение, так скажем. Потому что сейчас с ранами мы пришли. Очки ударов 29. Жизни 52 и 65 я не очень, конечно. У нас еще ранен. 44, 48. Так, ну здесь легенький. 59, 62. 52, 65. Ну да, может быть, конечно, отправить, подлечить. Ну ладно, ребят. Вот такая вот получилась серия. После длительного, скажем, перерыва. Надеюсь, что до следующего перерыва еще несколько серий выйдет. Поэтому контент на канале более-менее оживится. А это, как ни крути, хорошо. Ну а сейчас прощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно лично мне и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok